День добрый, с вами Смирнова Ирина и в рамках небольшого курса по компьютерной грамотности мы сегодня с вами обсудим такое оборудование как компьютерная мышь. В магазине вы очень часто можете видеть различные компьютерные мыши с большим количеством всевозможных кнопок. Это обычная или игровая мышь, которая выполняет функции джойстика или дизайнерская мышь. Нам нужна с вами самая обычная, хорошо управляемая и самая простая мышка. Итак, что такое компьютерная мышь? Компьютерная мышь это манипулятор. Чтобы понять, что такое манипулятор, давайте обратимся к собственному организму. У нас с вами самым основным манипулятором является правая рука. Правая рука получает сигнал из головного мозга и выполняет какие-либо действия. Вот таким же манипулятором для головного мозга в кавычках компьютера является компьютерная мышь. Но только разница заключается в следующее. Если наша рука манипулятор принимает определенные сигналы и выполняет действия, то манипулятор компьютерная мышь принимает сигналы от действий нашей руки и передает их в головной мозг в операционную систему нашего компьютера. Вот такая цепочка замкнулась. Наш головной мозг передает определенное действие руке. Рука передает это действие мышке, а мышка передает это действие в головной мозг компьютера. И компьютер выполняет ту задачу, которую мы передали вот по этой самой цепочке. Итак, компьютерная мышь состоит из левой кнопки мыши, правой кнопки мыши и колеса прокрутки, которые, собственно говоря, тоже являются кнопкой. Потому что при нажатии на это колесико мышка тоже выполняет некоторые действия. Основной кнопкой мыши является левая кнопка. И вы это поймете чуть позже. А вот правая кнопка мыши является вспомогательной. Прежде чем начать работу с мышкой, мы должны правильно положить на нее руку. Делается это для того, чтобы при длительной работе компьютера ваша рука не устала. Итак, рука должна лечь свободно, расслабленно. Указательный палец ложится на левую кнопку мыши. Средний палец ложится на правую кнопку мыши. Обратите внимание на верхний правый рисунок. Зеленым пунктиром показана основная ось руки. Вот эта ось должна быть параллельна поверхности компьютерного стола. Проще говоря, ваша рука должна до локтя практически лежать на столе, не провисая. Если у вас будет провисать запястье или наоборот оно будет поднято, либо у вас будет искривлена основная ось вправо или влево, и вы можете привыкнуть к такой работе, то тогда вполне вероятно возможно заболевание лучезапясного сустава. Чтобы этого избежать, давайте еще раз повторим, как правильно должна лежать рука на мышке. Указательный палец на левой кнопке мыши, средний палец на правой кнопке мыши, рука должна лежать свободно, расслабленно, ось руки должна быть параллельна поверхности стола. Итак, давайте теперь займемся работой. Положите руку на мышку, расслабьте ее и нажмите указательным пальцем на левую кнопку мыши. Что вы слышите? Вы слышите щелчок. Щелчок это русское слово. Если перевести его на английский, то оно будет звучать как клик. И можно сказать, что это слово уже в обиходе обрусело, и мы очень часто используем не просто слово клик или ту клик, то есть щелкать по-английски правильно читая. Мы используем его уже как кликать, кликнуть, двойной клик, одиночный клик и так далее. Значит, мы должны с вами запомнить, что любое действие с мышкой, мы можем сказать, как по-русски щелкнуть левой кнопкой мыши или щелкнуть правой кнопкой мыши. Так можем и сказать, сделайте щелчок или клик левой кнопкой мыши и кликните правой кнопкой мыши. Обратите внимание, что когда я говорю об одном щелчке или об одном клике, я обязательно упоминаю, какой кнопкой мыши нужно действовать – левой или правой. И это правильно, потому что мы уже говорили с вами, что основная кнопка мыши – это левая, и у неё возможен ещё и двойной клик. А вот одиночный или одинарный клик возможен как у левой, так и у правой кнопки мыши. Поэтому, когда вам будет предложено сделать один клик, вам обязательно скажут, какой кнопкой мыши его необходимо сделать. А когда вам предложено будет сделать двойной клик, то не будет упоминаться кнопка мыши, потому что это и так понятно, его можно сделать только левой кнопкой мыши. Двойной клик нужно различать с двумя одиночными кликами. Очень часто начинающие пользователи путают двойной клик с двумя одиночными кликами. У двойного клика разрыва практически нет в звучании. Вот для того, чтобы научиться правильно делать двойной клик, мы сейчас с вами перейдём к компьютеру. Итак, я вошла в свой компьютер. На экране вы видите стрелочку. Это так называемый курсор мышки. Именно благодаря этому курсору мы с вами можем выполнять какие-либо действия на нашем компьютере. При движении мышки мы попадаем на те опции, на те картинки, на те файлы, которые хотели бы открыть, закрыть или провести какие-либо с ними действия. Итак, аккуратно передвигая курсор мышки, не дёргая мышку на коврике или на поверхности стола компьютерного, мы аккуратненько передвигаем расслабленной правой рукой курсор в то место, которое нам необходимо. В данный момент нам нужен вот этот глобус. Это иконка меню пуск. Она находится в левом нижнем углу экрана. Подводим сюда курсор и кликаем левой кнопкой мыши. Открывается панель меню. Нам необходимо зайти вот на эту ссылку, которая называется панель управления. Аккуратно подводим сюда мышь и кликаем левой кнопкой мыши. Открывается окно панели управления. Здесь нас интересует оборудование и звук. Как видите, я подвела сюда курсор мыши. И этот курсор как бы открылся в виде руки, которая показывает нам, что в данном случае эта фраза является активной. Что это такое, мы будем говорить чуть позже. Наша задача просто кликнуть по этой ссылке. У нас открывается ещё одно меню. Здесь мы с вами ищем вот такую подкатегорию, которая называется мышь. Кликаем по этому слову и у нас открывается меню под названием свойства мыши. Здесь у нас несколько вкладок, в которые каждая имеет собственное название. В данный момент нас интересуют кнопки мыши. Здесь в средней части экрана мы видим с вами скорость выполнения двойного щелчка. Скорость выполнения двойного щелчка мы можем отрегулировать, передвигая вот этот бегунок на шкале, ниже или выше скорость. Но нас сейчас в данный момент интересует вот эта вот жёлтая папочка. Я подвожу сюда курсор мыши и делаю один клик левой кнопкой мыши. Ничего не происходит. Попробуем сделать двойной клик. Как только я правильно сделала двойной клик, папка открылась. При повторном двойном клике, папка закрывается. Повторяем ещё раз. Тренируемся пользоваться левой кнопкой мыши. Исполняем правильный двойной клик. После того, как вы потренировались, подходим вот к этому красному крестику. У нас всплывает подсказка «Закрыть». Закрываем окна. И теперь давайте зайдём вот на такую страничку, для того, чтобы мы могли с вами поработать с кнопками мыши. Сейчас мы на экране монитора видим много фотографий кошек. Они поставлены исключительно для того, чтобы мы могли посмотреть, как работают кнопки мыши. Как работает левая кнопка мыши, мы с вами уже посмотрели. Теперь давайте посмотрим, как работает правая. При клике правой кнопки мыши открывается контекстное меню. Это меню может быть разное. Всё зависит от того, на какой странице вы его открыли. Чтобы убрать контекстное меню, достаточно кликнуть левой кнопкой мыши. Теперь посмотрим, как работает колёсико. Сейчас курсор у меня стоит на одном месте. Я его не передвигаю. И мышка тоже у меня не двигается. Я только средним пальцем правой руки начинаю вращать колёсико прокрутки вниз. И я вижу, как моя страница поднимается вверх. И я могу наблюдать нижнюю часть страницы. Если я начинаю прокручивать колёсико мышки вверх, то я вижу верхнюю часть страницы. А теперь мы просто нажмём на колёсико прокрутки. И у нас появляется вот такой значок, который показывает нам, что мы можем передвигать автоматически страницу по четырём направлениям. Сейчас мышка у меня стоит неподвижно на коврике. Если я немножечко начинаю сдвигать её вниз, буквально на сантиметр, у меня появляется стрелочка, которая показывает, что моя страничка автоматически уходит в нижнюю часть. Если я подниму вверх немножко, у меня кнопка возвращается к статическому состоянию. Поднимаю немножко вверх мышку, и страничка начинает прокручиваться вверх. Если я хочу, чтобы это происходило быстрее, я просто немножко продвигаю быстрее эту стрелочку и останавливаю тогда, когда мне это необходимо. Если бы моя страничка была широкая, то я могла бы, переведя мышку, двигая мышку вправо, передвигать страничку в этом же направлении. И наоборот. Я могу передвигать её влево, и у меня страничка тоже могла бы двигаться влево. Для того, чтобы уйти от этого действия, мне достаточно нажать на колесо прокрутки ещё раз. И у меня появляется обычная стрелочка, обычный курсор мышки. Итак, на этом урок наш сегодняшний и закончен. Мы обсудили с вами манипулятор компьютерной мысли. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok